У нас это очень важно. В своем приветствии председатель Верховной Рады Украины господин Степанчук упомянул подготовку проекта закона о статусе крымско-татарского народа. Я хочу сказать, что рабочая группа уже завершила работу над этим проектом. Я очень надеюсь, что в ближайшие недели он будет зарегистрирован в Верховной Раде Украины и возможно уже на этой сессии будет рассмотрен первым чтением. Все наши партнеры, международные государства являются цивилизованными, они осуществляют свою деятельность и организуют общество на принципах демократии, там где демократия парламента играет главенствующую роль. И поэтому для нас очень важно, чтобы парламенты, всех наших международных партнеров, они взаимодействовали и координировали свои усилия в направлении и деоккупации Крыма, и самое главное в установлении уже таких норм послевоенного устройства, которые исключали бы появление каких-либо новых угроз, например, того, что сейчас переживает украинское государство. Парламенты являются такими движущими силами демократических обществ и очень важна консолидация парламента. Проблемы реинтеграции Крыма. Каким будет Крым с момента восстановления государственного суверенитета Украины? Какие правовые нормы и механизмы обеспечат его устойчивое развитие? Мы говорим о реинтеграции, вкладывая в это, в общем-то, организацию жизни людей. Объектом реинтеграции, собственно, и есть сам человек. И как будут соблюдаться права всех тех, кто жил Крыму до оккупации, кто будет и далее жить в Крыму. Насколько будут взаимосвязаны права человека и права коренного крымско-татарского народа. Изменилось восприятие проблемы оккупации Крыма. Полномасштабное вторжение российских войск 24 сентября и события, которые продолжаются во все эти месяцы, они привели к тому, что сегодня в мире все осознают, что завершением этой войны мы хотим только лишь восстановление территориальной целостности украинского государства в границах 1991 года. Уже нет более-менее заметных политиков как внутри страны, так и других государств, в частности, европейских политиков, которые могли бы допустить ведение каких-либо переговоров, чтобы, скажем так, расторговаться на крымской проблеме. Такого нет. Сегодня все осознают, что адресор должен быть, в общем-то, приведен чувством.